Нагнетание вот этой темы, нанесение поражений России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику. Это отражает их понимание, что идет, ну, они называют это битвой за сохранение своей гегемонии, уже не стесняясь, а просто идет формирование нового многополярного миропорядка, как бы уже набивающим оскомин этот термин не казался, можно по-другому говорить, равноправного, справедливого, демократичного миропорядка, где все будут вот опираться на тот принцип, о котором я сказал, в уставе он сказан, суверенное равенство государства. Но, вот, знаете, то, что помимо вот этого страха за утрату гегемонии, они еще очень откровенно, может быть, даже не подозревая сами, что они откровенничают, таким образом, дают понять, что США главные, и они все легли под Соединенные Штаты. Из серии чистосердечных признаний, вот Джонсон сказал, что мы потеряем гегемонию свою, Боррель, которого иногда прорываются откровения в виде цветущего сада, окруженного джунглями, недавно заявил, что, наверное, его что-то там расстроило, он нервничал, но заявил, мы воюем не за Украину, а воюем за себя, против России, не за Украину, а против России. Таких высказываний очень много. То, что эстонцы, литовцы, латыши, латвийцы выдвинулись на передний край вот этих грозящих нам пальцем и говорящих о том, что мы направим солдат и будем воевать, ну, показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО в сторону от той поры, когда решающее слово все-таки было, ну, у американцев понятно, но и у еврограндов, а сейчас Польша, Прибалтика, вот Чехия, вот эти ребята Болгарии в последнее время при нынешнем руководстве, они задают тон, ну, и уже еврограндам приходится как-то соответствовать. Возьмите Макрона с его такими нервическими заявлениями о том, что надо направить французских солдат, потом кто-то там объясняет, что его не так поняли, а он сам опять, Макрон говорит, нет, меня так поняли. Ну, и есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но во Франции, наряду с рядом, с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран, там они работают. В 2021 году, в конце года, Путин после выступления в МИДе поручил подготовить предложения, уже отражающие современную эпоху, категорически отказались обсуждать. Я был одним из тех, кто участвовал в этом процессе. Сначала встречались там межведомственные делегации на уровне заместителей ведомства, а потом мы встречались в январе 10 или 11 в Женеве с Блинкиным. И он мне сказал, никаких обязательств в отношении нерасширения НАТО быть не может. В инициативе Путина было прямо сказано, если вы по-прежнему подозреваете, что наши «Искандеры» в Калининградской области оснащены теми самыми ракетами средней дальности, которые запрещены договором, пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Но в ответ мы хотим приехать в Польшу и Румынию, где у вас созданы уже базы противоракетной обороны, оснащенные установками, чей производитель, Локет Мартин, в рекламе этих установок говорит, что они двойного назначения, в том числе для запуска ракет средней дальности, наземных, которые были запрещены. А развертывали эти базы и эти установки еще до того, как договор прекратил свое действие. Они отказались, как об этом постоянно напоминает президент. Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам. Санкции обычно вводят для того, чтобы изменить поведение объекта. И вводя эти санкции, калибруя их, если вы действительно хотите добиться результата, вы должны понять, как этот объект будет реагировать. Вот они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. Результат-то был ясен. Мы собрались, я надеюсь, мы еще больше соберемся, есть над чем работать, как президент не раз отмечал. Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, по которым они нам могут ограничить наше развитие. А желательно и во всех других сферах.